Рассмотрим программу OpenSynCore. Интересная разработка в плане того, что если у вас нет возможности работать с интерактивной доской, сделайте экран компьютера интерактивной доской. Итак, что мы с вами здесь видим? Ну, прежде всего, есть некоторая справка, да, она в данном случае представлена на английском языке, что, конечно же, затрудняет нам с вами чтение, поэтому давайте закроем. Итак, что мы видим на экране? Ну, прежде всего, мы с вами должны сориентироваться, да, что есть меню вверху, вот мы его с вами видим. Далее, скорее всего, у вас вот закрыто, то есть у нас с вами есть слева и справа такие вот выдвигающиеся окошки, да, что в них мы еще с вами увидим. И у нас с вами есть панель внизу. Ну, вот самые такие стандартные инструменты, да, которые могут нам пригодиться. Итак, сейчас данная программа работает в режиме доски. И я могу, да, рисовать, стирать. Обратите внимание, я работаю с нижней панелью, да. Выделять. Причем, если я недовольна тем цветом, который здесь определен, да, у нас с вами есть для этого верхняя панель. И мы с вами видим, что у меня сейчас зеленая, может, я дальше хочу отметить красным, да, желтым, пожалуйста. Далее, есть выбор, то есть смотрите, мы не только нарисовали, но мы еще, оказывается, можем их перемещать. Вот, но если мы с вами выбираем уроку, то обратите внимание, у нас перемещается наша вот эта страничка. Вот, а это вот перемещение тоже объекта. Ну, у нас есть возможность с вами увеличить масштаб, соответственно, также его уменьшить. Указка, если вы желаете что-то указать, может быть, вы читаете текст, да, и вот надо прямо выделить это. Ну, обычный отрезок, да. И, конечно же, вот текст, причем, обратите внимание, у нас с вами вот такое вот интересное окошечко, которое, видите, раздвигается, поэтому не все мы можем видеть, не все сразу панельки, кнопочки. Вот, и текст у нас может быть, видите, цветной. Вот, ну, и, конечно же, у нас есть с вами возможность и его и выравнивать, смотрите, и писать это в виде списка, да, вот. Давайте перетащим какой-нибудь повыше, чтобы не мешало. Видите, мы с вами кликаем на какие-то объекты, да, и вот они нам становятся с вами в возможности, если их выделять, ну, и, соответственно, если что-то, можно ее удалить, видите. При этом есть возможность удаления, еще раз напоминает, конечно же, резинка, да, то есть мы стираем все сразу, вот, и есть стереть. Но в этом случае мы с вами стираем абсолютно все, что есть на этом экране. Поэтому будьте внимательны, когда вы выбираете режим. Так, ну, у нас с вами есть возможность выделить какой-то фрагмент и, соответственно, его вырезать. Посмотрите, можно добавить к текущей странице, да, на новую страницу или в библиотеку. Ну, вот, давайте на текущей странице, вот, у нас на данном случае пуст. Ну, вот, давайте так, нарисуем что-нибудь. Так вот, безобразие. И я выделю какой-то фрагмент, вот, сохраним, вот, видите. Значит, чтобы переместить, надо снять выделение, и тогда, вот, видите, я переместию. Поэтому, если дети что-то рисуют, вот, вы имеете вот такую возможность выделять и дублировать. Причем, еще раз хочу обратить ваше внимание, вот, еще раз специально выделяю, что есть возможность еще и добавить библиотеку. То есть, если мы с вами сохраняем, а что такое библиотека? Это вот как раз здесь представлена библиотека. То есть, здесь, прежде всего, есть готовые картинки, мы еще их посмотрим. Ну, вот, и у нас с вами есть возможность сюда тоже дублировать. Вот, видите, захват экрана, вот, у нас с вами здесь оказался. Так, ну, давайте очистим и будем работать дальше. Итак, значит, что касается доски, я думаю, что здесь принцип понятия. Да, прежде всего, работаем с панелью, которая представлена внизу. Ну, какие-то параметры мы с вами меняем, да, вот, ластик, видите, поменьше, покрупнее, линия. Я единственное, что не отметила вот эту замечательную кнопочку, потому что здесь у нас есть дополнительные инструменты, которые позволяют также создавать, да, вот, видите, мы можем реллипсы порисовать с вами. Вот, вот, видите, такие вот ломаные какие-то линии. Вот, ну, и так далее. То есть здесь вот есть такие варианты. И, давайте уберем. Так, если вам мешает вот эта панель, щелкаем, вот, видите, в левом верхнем углу инструмент, и эта панель у нас с вами исчезла. Так, а дальше, так, давайте уберем все это, где наша резиночка. Так, следующий момент фон, да, посмотрите, клеточное поле. Может, вам надо по клеткам что-то детям показать, да. Причем, смотрите, если мы говорим про начальные классы, да, такое распространенное упражнение, как графический диктант. В этом случае у вас есть возможность не только как раз вот показать, да, но и, как мы уже с вами видели, и сохранить, да, это потом. То есть, например, вот мы... Так, это некрасиво, да, получается. Да, вот еще надо пристроиться к тому, чтобы, вот, допустим, вот так вот, да, мы проведем, смотрите, вот отрезком. То есть, допустим, вот мы рисуем, ну, вот эти линии у нас уже получатся с вами ровненькие, да. Вот, а потом, допустим, вы диктант завершили, да, и, пожалуйста, вырезаем, и, как результат, давайте, допустим, библиотеку сохраним, да. Еще раз показываю, да, вот у нас с вами в картинках, видите, сохранилась эта картиночка. И потом можно будет ею пользоваться. Так, дальше. Значит, это что касается фона, да, вот у нас с вами, видите, есть черный такой фон. Вот так же мы в клеточку, так что выбирайте, какой вам больше нравится. Ну, у нас есть с вами и отменить, да, видите, все наши действия отменяются. Так, многостраничность, обратите внимание, у нас с вами есть возможность, это как раз вот слева мы можем увидеть с вами, сколько страничек у нас есть, видите, первая, вторая страничка. Мы можем их поменять местами с вами. Ну, и, соответственно, мы можем и здесь перемещаться, видите, назад и вперед. Количество страниц вы создаете самостоятельно, сколько вы пожелаете. Ну, вот, например, сейчас вот эта страничка, давайте сделаем ее беленькой. Вот эта пусть будет у нас беленькая в клеточку, видите. А эта пусть будет просто черная. Вот, чтобы вы различали, что мы с вами перемещаемся по страничкам, вот я их, видите, у нас с вами 4 страницы. Итак, слева, вот они, наши странички. Вы можете здесь переходить. Для чего это нужно? Это как раз для того, чтобы иметь возможность подготовить демонстрационный материал, например, да, на вот этих страницах. Так, ну, вот это, что касается нашей доски. Давайте теперь посмотрим, что же предлагается нам справа, потому что это очень интересный такой вариант у библиотеки. Итак, у нас здесь есть картинки. Хоть название, конечно, по-английски, но тем не менее мы можем с вами определить. Тут есть библиотека животных, поэтому, если вам нужно представлять какой-то демонстрационный материал, то, в принципе, можно посмотреть. Может быть, что-то пригодится. Итак, я хочу обратить ваше внимание на следующую особенность. Когда не выделен объект, мы его можем легко переносить. Да, причем в этом случае плавные, да, такие движения. Если мы по нему кликаем, то у нас появляется уже меню, которое позволяет что-то произвести, да, вот, допустим, мы можем его подвигать, там, поворачивать, мы можем его растянуть, соответственно, да, ну, или вообще удалить. Так, далее, помимо того, что здесь существуют непосредственно папки, вот уже с готовыми картинками, вы можете добавлять и собственные. Как же это сделать? Вот, кстати, вот эти, которые без папок, да, это как раз картинки, которые были добавлены мной лично. Ну, не считая у тех, которых мы с вами только что снимали с экрана. Итак, как добавить свои? Вот здесь, надо сказать, не все так просто. Итак, у вас справа, да, вот есть кнопка рабочий стол. Вот, мы с вами кликаем на рабочий стол, вот у меня такой рабочий стол. И мы выбираем с вами изображение. Обратите внимание, в библиотеке, которая у вас есть на вашем компьютере, да, есть, смотрите, и видео, да, и музыка, и изображение. Так вот, там, где присутствуют ваши стандартные, ну, или образцы, да, вот, которые есть на любом компьютере, плюс вы наверняка в этих папках храните какие-то свои документы. Обратите внимание, после того, как вы поставили санкори, появляется автоматически эта папка санкори. Поэтому, если вы желаете, чтобы у вас было, были какие-то дополнительные вот картинки, то их нужно как раз сюда и сохранить. Обратите внимание, вот наши захваты, которые мы делали. Поэтому все, что вы рисуете на этой доске, вы можете сохранить, а потом пользоваться этими картинками. То есть, вот из этой папочки вы их как раз и заберете. Точно так же, как вы сюда, именно в эту папку, сохраняете свои какие-то картинки, которые вам нужны для демонстрации, и, пожалуйста, этими пользуемся. Аналогично вы поступаете с музыкой. Вот, смотрите, музыка, вот она санкори. Здесь вы можете создавать, допустим, отдельные какие-то папки, в них записывать музыку. То есть, вы поступаете, как вам удобнее, да, потому что, вот, допустим, если изображений у меня много, да, то, конечно, было бы лучше сделать папочки, написать там животные, природа и так далее. Да, и потом уже туда все это так будет отображаться. Но, как я сказала, не все так просто. То есть, когда вы заполнили вот нужные, нужными изображениями ваши папки или там музыка или видеосюжетами, после этого вам нужно не просто вернуться, вот видите, слева у нас панелька, вот возвращаемся, да, то здесь сразу вот эти ваши картинки не появятся. Нужно закрыть. То есть, нужно выйти из, непосредственно с этой программы и заново ее открыть. То есть, все, что вы загружаете в процессе работы с этой доской, да, вот, нужно прерваться тогда и заново запустить. Поэтому, ну, а если ваш процесс, вот, все-таки такой творческий, допустим, уже шел, то поэтому желательно, наверное, все-таки изначально подготовить весь демонстрационный материал, который вам нужен, сохранить, разместить, вернее, этот демонстрационный материал, как я уже сказала, вот в этих папках, музыка, видео и картинки, вот, чтобы при запуске вот этой вот, программы у вас автоматически, вот, в этих библиотеках появились ваши файлы. Кроме того, что здесь есть библиотека картинок, видео и так далее, здесь очень интересный есть вариант работы с приложениями. И, наверное, ценность этой программы, это вот в том числе, что помимо вот интерактивной доски у вас есть возможность создавать интерактивные задания. Давайте посмотрим, как. Итак, у нас с вами есть, вот, видите, просто приложение, тут учебного такого характера, здесь есть над чем, как говорится, подумать. Вот, и есть вот такого типа упражнения, вот, видите, написано интерактивные, да? Вот, давайте откроем. И вот здесь-то как раз собраны приложения, которые позволяют нам с вами разрабатывать целые задания. И вот тогда многостраничность как раз нам сыграет очень хорошую службу. Итак, давайте посмотрим, какого типа задания мы можем с вами сделать. Ну, самый простой, да, вот, выбор. Смотрите, мы с вами пишем вопрос, да, вот, сейчас нажмем изменить. Итак, вводим вопрос. Ну, я долго думать не буду, поэтому я напишу просто 2 плюс 2. И мы с вами записываем варианты ответа. Правильный вариант ответа мы с вами должны отметить. Видите, хорошо, да, и тут и подсказочки у нас с вами, поэтому... Так, если какой-то вариант нам с вами не нужен, видите, можно удалить. Либо наоборот, да, мы можем с вами добавить какие-то дополнительные. Так, настройки давайте посмотрим. Для чего они нам с вами нужны? Для того, чтобы мы могли с вами выбрать другой тип вопроса. Вот, смотрите, видите, это вопрос с одним правильным ответом, да, мы могли бы выбрать опцию, где много, или вообще необходимо вот выбирать, да, из меню. Вот, но в нашем случае, допустим, меня это вполне устраивает. Вот, закрыли настройки. Что здесь есть еще? Тема есть, да, вот смотрите. Можно выбрать вот такую. Можно выбрать вот такую. Ну, пусть будет как планшет. Так, все, мы с вами закрываем. И теперь у нас с вами вот так интересно работает это упражнение, да. Значит, мы его вот можем настроить, да, там уменьшить, увеличить, как вы хотите. Видите, обновить вот все взаимного. Вот, поэтому если у вас пришел первый, допустим, ученик, да, то вы, соответственно, допустим, вот он выполняет задание. Вот, он его выполняет, ну, а потом мы обновляем. И может выполнять следующий. Так, как видите, достаточно просто, да. Давайте перейдем на новую страницу, и мы с вами посмотрим дальше. Итак, что, видите, заданий очень много, и они сами по себе интересны. Но даже вот, если мы с вами возьмем вот эти кубики, то для чего они нужны? Здесь нам надо указать, сколько кубиков у нас будет. И где-то случайным образом, да. То есть, если мы с вами играем, допустим, настольные игры, да, или у нас с вами идет выбор, да, случайным образом, то вот, пожалуйста, мы это можем сделать и здесь. Так, ну, это, конечно, не так нам может быть интересно, но тем не менее. Вот, посмотрите задание, да. Значит, изменить. И мы с вами что делаем? Мы с вами пишем, не обязательно предложение, то есть, это могут быть какие-то, то есть, определение порядка, да. То есть, вот, например, я пишу 2 плюс 2, это у меня будет 4. Это будет, допустим, так, 3 плюс 3 и 5 плюс 6. Вот, давайте закроем. И они у нас с вами перепутались, да, теперь мы должны поменять их местами. Вот, смотрите. Вот, я сделал все правильно и дальше. Видите, порядок фраз. Но на самом деле это могут быть не только фразы, да, это могут быть любого типа заданий, которые связаны с упорядочением. Так, мы с вами молодцы. Давайте перейдем на следующие. Обратите внимание, да, Здесь уже составление предложения, да, то есть, вот, видите, вот такой вот нюанс. Надо со звездочками, да, много-много лет назад. Это у нас с вами правильная фраза. А вот если они должны перемешаться, да, то у нас с вами должна стоять звездочка. Ну, давайте, допустим, Возьмем опять же с числами. Самый для меня удобный вариант. Так, допустим, Так, и между ними мы с вами должны расставить звездочки, да. Так, закрываем. Ну, вот видите, они перепутались, и я теперь вот так вот замечательно работаю с числами. Мне кажется, замечательное упражнение, и дело не только в словах. Так. Так. Что здесь у нас с вами еще? Так, ну, это в принципе аналогично. Ну, вот смотрите, это навод, да, у нас с вами. Вот, мы должны определить, смотрите, какие операции должен выполнять, да, можно определить числа, сколько у нас будет элементов, вот, операций, и смотрите, у нас с вами получается разного типа задания. То есть, здесь у нас уже готовые примеры по математике. так, ну, это мне, как говорится, нравится, но не так. Так, что у нас еще здесь есть интересного? Так, ну, что мы еще с вами не посмотрели? так, ну, это у нас, смотрите, тоже заготовка, да, по математике. То есть, если это кому интересно, то это можно как раз выполнить. так, давайте мы с вами сделаем. Ну, вот, смотрите, составление слова, да, вот, звук, кстати, здесь не слышу, но слово мы можем с вами составить. Вот так, да, и изменить. Смотрите, мы пишем какое-нибудь слово, закрываем, видите, оно перемешалось. замечательно. Так, ну, вот это вот можно и оставить, да? Так, давайте дальше. Что у нас еще осталось из заданий? Так, вот, смотрите, то есть, мы выбираем собака, и код. Так, перемешать не надо, нет. Изменить. Так, ну, вот, мы можем с вами здесь убрать. Так, плюс текст, вот, видите, мы можем еще добавить. а правильный ответ, помечем крестиком. То есть, я, допустим, указываю здесь, вот почему-то в том задании не было вот этого плюс т, чтобы у нас вот это все размещалось. Так, ну, давайте, давайте, допустим, жару. И вот так вот, крестик, да, все, закрыть. Ну, эти у нас, видите, пустые, да, вот я должна свой выбор пометить. Видите, я молодец и ответила верно. Так, хорошо. Ну, это подобное, то, что мы уже с вами знаем. вот здесь, можно добавить. Так, вот, смотрите, какая красота. Вот там задание было какое-то, видать, недоработанное, а, видите, вот сюда вот картиночки мы легко с вами вставляем. И можем придумать задание. Здесь у нас, видите, расположить картинки в порядке возрастания цифр. Но задание-то мы можем придумать и сами. Но вот эти вот номера, видите, они у нас должны быть правильнее. То есть вы можете расставить так, как вы посчитаете нужным, а, может быть, даже что-то удалить. и давайте закроем. Вот эти то есть мы перемещаем. Так. Вот. давайте дальше посмотрим. Что у нас где я еще не увидела. Так. Это у нас математика. таблица таблица умножения. Так. Ну, это вот разделить слова. Это, конечно, больше с русским. Так. ну, вот это вот что-то типа презентации, если вы считаете. Вот я можно так вот повезобразничать просто. Видите, можно написать текст. Вот мой старый. Можно несколько пяти блоков написать вот и определить так. Вот. Видите, несколько презентаций. То есть хотите звук включите. Вот. Картинки, да? Так. Давайте посмотрим. Если мы берем картинку, видите, мы ее разместим. так, что это нам с вами дает? Это нам с вами дает вот такой видите слайд шоу. Так. давайте дальше. Смотрите, вопрос. Так, закрыть. Вот, смотрите, 4, 10. То есть, если мы с вами этот пример или ответ, видите, как подсказочка, да, получается. Очень интересный, в общем-то, эффект. Так, ладно, давайте дальше. Что у нас тут еще есть интересного? Ну, как видите, вот здесь интерактивные задания, да, они вот по своей сути помогают подготовить непосредственно учебный материал, да, вот уже в формате не просто картинка, текст, да, да, ну и в формате вот таких заданий, пример, вот видите, вот столько страничек у нас с вами уже получилось, и мы можем с вами на любую страницу вот так вот быстро выйти и поработать, да, с ними. Так, значит, я напоминаю, что это у нас с вами меню появляется только когда мы с вами вот эти открываем-закрываем, и это у нас вот интерактив. аудио вы заполняете столько, сколько вам нужно. Видите, вот принесли, и у нас вот такой проигрыватель, да, то есть можно послушать, да, вот эти, давайте посмотрим. Так, что касается видео, то аналогично вы добавляете какие-то свои видеосюжеты, и, допустим, потом заполняете их здесь. Вот эти вот так вот сейчас мы разместим, вот видите, вот так вот рассматриваем меню сюжета. То есть, видите, на экране, да, это у нас с вами все вот размещается так, как мы посчитаем нужным. Так, ну, приложения, как я уже сказала, они интересные, и здесь и для математики, и просто как сопровождение будет интересно. посмотрите. Формы, вот обратите внимание, тоже очень интересный такой момент, то есть есть возможность создать комиксы. вот так, где наши картинки, ну, например, вот, вот эти тоже поворачиваются. Снимаем выделение, передвигаем, все время про это забываем. Ну, вот смотрите, допустим, мы решили с вами составить комикс, да, вот, пожалуйста, есть у нас такие вот окошки, вот наши фигурки. Остается только написать текст. Ну, текст мы пишем здесь внутри, вот, допустим, я напишу «Привет», да, ну и соответственно и здесь. вот, что касается перемещения, вот видите, у нас все. Напомню, да, что в результате вы, допустим, вот такого творчества детского, особенно у вас есть возможность выбрать, вырезать, да, вот так вот выделить и, допустим, сохранить библиотеку. И тогда у вас, видите, получается общая картинка, которым вот представлен диалог этих двух героев. Ну, в общем-то, очень удобно, да. Так, это мы с вами поработали только с библиотекой и с доской, но это еще не все. Смотрите, у нас был рабочий стол, мы про него говорили, но здесь, когда мы выбираем рабочий стол, видите, у нас появляется возможность работать с теми программами, документами, которые у вас уже есть, да. Да, и, ну вот, допустим, сейчас мы загрузим какой-нибудь документ. И слева, вот я специально загрузила, потому что у меня, видите, на рабочем столе художественный безборядок, все, как говорится, нужно, все под рукой. Вот, у нас с вами доступны вот эти вот инструменты слева, да, вот смотрите, допустим, вот, видите, я могу рисовать, да, и, соответственно, их, конечно, стирать. Вот, указка, да, то есть, если мы с вами делаем акцент на чем-то, ну, допустим, давайте. Так, ну, допустим, да, мне надо сделать акцент, ну, да, там, допустим, вот, я фиксирую. Или мы с вами что-то выделяем, да, вот, видите, по тексту, то есть, мы работаем. В этом случае что? Видите, документы у нас с вами не портятся, потому что все это идет только поверх этого документа. И если в этом есть необходимость, да, мы с вами также можем выделить какой-то фрагмент, видите, и добавить либо к текущей странице, которая у нас там, активно, да, вот смотрите. Вот, я выделила, у меня на моей теперь страничке, вот, есть этот фрагмент. То есть, смотрите, документ я открыла, да, выделила фрагмент, и вот у меня уже скриншот выделенного участка как раз есть. Кстати, это очень удобно, потому что, если мы обычным с вами поступаем, да, там, принт, скрин, это надо потом открыть, обрезать лишнее. А здесь вот выделили, и вот, пожалуйста, все готово. Так, это вот мы с вами поработали с рабочим столом и с тем инструментом, да, который там есть. Интернет. То есть, если у вас есть доступ к интернету, то обратите внимание, у вас, вот она, адресная строка. Да, кроме того, у вас есть возможность все странички, с которыми вы работаете, да, допустим, сделать в закладке. Вот я, например, делала закладку. Вот. И мы можем, как говорится, выполнить интерактивное упражнение, да, то есть я не ищу в интернете, потому что идет урок, да, а вот закладки есть, и, пожалуйста, я с ними работаю. И у нас с вами, видите, справа, да, вот тот же инструментарий, который нам с вами позволяет, видите, захватывать содержимое вот этого веб-присорса. Ну, например, давайте сделаем вот так. Например, эти. Вот. Вся страница, она сразу помечена. И у меня есть возможность загрузить, смотрите. Ссылку в библиотеку. То есть, если я вот какую-то страничку просматриваю, да, другую, вот, или, допустим, сделать ссылку. Ну, или я могу что сделать, да, вот, взять какой-то фрагмент, вот, и разместить его на текущей. Смотрите, что хорошо. Ну, в данном случае это, конечно, картинка, да, мы не будем выполнять это непосредственно в интерактиве. Но, опять же, это же задание, которое мы можем с вами вот так воспользоваться. То есть, мы ведь можем с вами вставить просто вот так вот текст. Вот, или написать карандашом, да, то есть. Итак, с интернетом я думаю, что понятно, да, то есть у нас с вами есть возможность сохранять в закладках с тем, что мы работаем. Или давайте я вот еще раз продемонстрирую с любым другим. То есть, видите, я вышла на сайт, и я могу вот выбирать какое-нибудь задание. И вот плюсик, захват, и, смотрите, загрузить, вот у нас добавить ссылку, библиотеку. Давайте проверим, вот у меня есть интернет, видите, появилось новое у меня это сопоставление. Вот как написано, да, так вот здесь и есть. Таким образом, я делаю свою подборку каких-то заданий, которые я могу открыть. Ну, конечно же, да, когда у меня есть интернет, потому что без интернета все равно это работать не будет. Но главное, что мне искать не надо. То есть, все вот у меня здесь. Так, ну, я думаю, что здесь как бы понятно. Есть еще документы, но это документы не те, с которыми вы привыкли работать на компьютере. А обратите внимание, да, это документы как раз то, с чем мы с вами работали. То есть, мы видим все наши странички, вот непосредственно, видите, титульную можно было как-то обозвать, да. Мы тут сразу стали размещать какие-то картинки. Так, ну, что можно, да, можно, допустим, выделить, видите, убрать какую-то картинку, в смысле, страницу вообще удалить. Вот у нас есть корзина, да. Мы можем с вами, смотрите, продублировать. Вот у нас это для чего нужно. Ну, это как раз вот, если есть какие-то однотипные упражнения, да, вы можете продублировать изначально, ну, а потом только поменять сами задания, да. Дальше, ну, перейти, вот у нас открыть на доске. Ну, давайте, допустим, вот это, открыть на доске. То есть, мы просто переходим, опа, вылетело, к сожалению, такое бывает. Ну, что делать? Давайте вернемся в документы. Вот, смотрите, все, что я делаю на доске, оно сохраняется. Вот, поэтому вот это то, что мы с вами сейчас загрузили, да, ведь по времени, а вот это как раз то, что у нас с вами было, поэтому не переживайте, идет, видите, автосохранение. Так, ну, вот, все-таки давайте открыть на доске, видите, был какой-то незначительный сбой, это не страшно. Вот, у нас все это открылось. Так, давайте вернемся в документы. Что здесь есть еще? Смотрите, добавить. Это, кстати, тоже очень интересно, потому что, допустим, вы решили добавить страницу, сделать ее фоном. Не вот этот, не черный, не белый, да, на каком-то фоне. Значит, надо добавить изображение. Ну, вот, давайте, допустим, я добавляю изображение. И у нас появляется, видите, новая страничка, вот именно с этим фоном. Кроме того, у нас есть возможность с вами добавить папку с изображением. То есть, имеется в виду, что не страница с большим количеством изображений, а просто у вас будет сразу загружена, ну, допустим, есть у вас папка с пятью страниц, с изображением, да, значит, будет пять страниц с каким-то конкретным изображением. Ну, и есть возможность добавлять и непосредственно какой-либо документ. Ну, вот давайте возьмем документ. Вот, этот документ, видите, разбивается на страниц. Так, ну, вот экспорт завершен. Давайте откроем рабочий стол. Так, и вот у нас с вами, вот он, документ. Давайте его откроем. Вот. И смотрите, все, что вы, вот эти странички, которые у нас есть, вот они все у нас зафиксированы, видите. Все задания. Поэтому, все, что вы будете делать с учениками, вот оно все может быть сохранено. То есть, но, помимо того, что вы создаете документ на формате PDF, я еще раз напоминаю, что вы можете экспортировать и в формате SunCore, чтобы потом в следующий раз уже сюда же загрузить, да. Есть возможность, когда вы работаете с доской, вот, создать еще и подкаст. То есть, организовать видеозапись того, что вы делаете. Так, ну вот, давайте, допустим, сделаем следующим образом. Пусть у меня будет белый фон. Так, ну вот, я для простоты добавлю. Две фигурки, да. Две картинки вот таких. И давайте включим запись. Вот, смотрите, видите. Причем здесь есть настройки. Вот у нас аудио есть. Ну и, соответственно, есть возможность публиковать. Ну, пока публиковать не будем. Так, запускали. Итак, проверяем рабочий стол. Вот наш подкаст. Запускаем. Идет запись. Вах-вах-вах. Мяу-мяу. Аф. Итак, мы с вами посмотрели достаточно интересные возможности этой программы, которые, в общем-то, достаточно широкие и разнообразные. Да, пожалуйста, вы можете сочинять и мультфильмы с детьми, и записывать их тут же. Не нужно никаких других программ. Здесь же можно и проводить интерактивные задания. Причем, опять же, на русском языке, что очень удобно. Вот. И в том числе это использовать как доску для демонстрации какого-то материала. И при этом все это можно сохранить. Ну, и после того, как вы со всем поработали, да, не забываем. Вот у нас есть выход. И мы с вами завершаем эту программу. Ну, на этом все. У нас есть у нас есть устранная программа. Пока! Доicken. Когда онiten. Пока! Продолжение следует...